Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Давненько у нас на обзорах не было бюджетных командирских, и сегодня они возвращаются, да еще и как, с титановым покрытием, модель 436289, а перед обзором напоминаю, что в моем инстаграме проходят регулярные розыгрыши часов, подписывайтесь, следите за постами и сториз, и у вас будет шанс выиграть новую классную модель. 43-й корпус, многим он уже хорошо знаком, это ступенчатые ушки с резкими формами, это безель, с прямыми выступами, не скругленными, но в целом все остальное уже, я думаю, всем хорошо знакомо, защитные бортики, заводная головка с правой стороны, безель двунаправленный, чуть меньшего диаметра, чем сам корпус, и визуально они разделены, но что интересно, покрытие и безеля, и корпуса здесь необычное, вы, я думаю, уже заметили, да, это титановое покрытие, его толщина 1-2 микрометра, но не обольщайтесь, внутри по-прежнему латунь. И здесь же, конечно, сверху выпуклое органическое стекло, оно, к сожалению, не защищено от царапин, и кстати, что касается еще безеля, то разметка сначала идет черная, потом красная, обычно все-таки на часах, особенно дайверских, сначала идет до 15 или до 20 минут красным, а потом черным. Под стеклом красивый синий циферблат, морская тематика, конечно, сразу в глаза бросается чайка, подводная лодка и якорь, особенно цветовая гамма красиво сделана, если верхняя часть циферблата больше уходит в белый цвет, такой светло-светло-голубой, то нижняя часть циферблата уже очень темная, темно-синяя, и это, конечно, такая метафора, я думаю, небо и морской глубины. В районе трех часов окошко даты, белый диск без рамки, отличная читаемость на фоне темно-синего циферблата, цветонакопительные точки по внешнему кругу, двойная на 12, интересные красивые цифры, все, кроме 12, на 12 красная звезда, частый атрибут командирских часов и стандартные стрелки, часовая, минутная, они мечеподобные со светонакопительным покрытием и длинная, тонкая красная секундная с противовесом. Конечно, за работу отвечает по-прежнему все тот же 2414А, его характеристики вы видите на своих экранах, 36 часов запас хода и только ручной подзавод. Уголовка здесь завинчивающаяся, ее нужно раскрутить и уже в этом положении подзаводить. У головки далее только одно положение следует, где мы меняем время, дата отдельно не меняется, поэтому для того, чтобы поменять дату, нужно прокручивать, прокручивать, пока не выставится та, что нам необходимо. Можно докручивать до 12 вечера, потом до 8 вечера назад, потом снова до 12, чтобы быстрее дата крутилась, но некоторые это делать не советуют. В любом случае, вы сначала выставляете дату, а потом уже время. Уровень водонепроницаемости по-прежнему остался минимальным, 2 атмосферы, это значит, что в часах можно, ну максимум попасть под брызги дождя, уже мыть руки, плавать них не рекомендуется. И задняя крышка осталась та же самая, что у бюджетных командирских, мы четко видим разницу между крышкой и корпусом, на крышке уже титанового покрытия явно нет, но зато по-прежнему двуглавый орел и слова водонепроницаемая Россия. Вот так светонакопитель ведет себя в темноте, яркий, интересный, читаемость неплохая, но, к сожалению, уже через несколько часов он значительно потускнеет. Особенно, кстати, заметно, что точки на 12 немножко неровно стоят, я думаю, вы тоже это заметили, что они не на одном уровне, левая точка, мне кажется, чуть выше, и если это было не так заметно в светлое время, то в темноте это лично мне почему-то бросилось в глаза. А вот так модель выглядит на запястье, дополнительные фотографии, как всегда, в моем инстаграме. Габариты 46,5 миллиметров высота по краям ушек, диаметр 40 и толщина 11, эти габариты, в принципе, для нас не сюрприз. Кожаный ремешок, опять же таки, мы такое постоянно встречаем на бюджетных командирских, здесь никаких изменений, его ширина 18 миллиметров, на запястье от 18 до 21,5 сантиметра, а это значит, что на маленькие запястья, небольшие, вам придется дополнительные дырочки делать, потому что вот даже на моем запястье 17 сантиметров, видите, сколько свободного пространства остается. Общий вес часов также остался практически неизменным, 62 грамма. Напомню, что обычно командирские, латунные, весили или 59, или 60 граммов. Если вам нужна максимально бюджетная, каждодневная механика с красивым читаемым циферблатом, то лучше подобных часов вы просто не найдете. Хороший механизм, календарь, все, что нужно для того, чтобы ежедневно и с комфортом считывать время со своих часов. Итак, наша титановая новинка и преимущество, в первую очередь, конечно, отнесу титановое покрытие. Все-таки надеюсь, что оно даст улучшенную сопротивляемость царапинам, различным механическим воздействием. Были такие проблемы на бюджетных командирских, что хромированное покрытие на латуни, оно или стиралось, или трескалось, или быстро просто приходило в негодность, можно так сказать. Здесь я надеюсь, что все это будет долговечным и более качественно в плане эксплуатации. По-прежнему механизм, рабочая лошадка, супер бюджетная, все-таки цена часов сейчас колеблется в районе двух с половиной тысяч рублей, и за эту цену мы мало того, что получаем часы с титановым покрытием, так еще и механику с 36 часами запаса хода, не 31 час, как у большинства востоковских механизмов, а 36, плюс еще и календарь, то есть, я думаю, вариант просто прекрасный, конечно, по соотношению цена-качество. Ну и дизайн циферблат конкретно в этой модели выполнен неплохо, опять же-таки градиентный, переливающийся цвет, и красиво выглядит со стороны. Вот что касается недостатков, то тут все значительно интереснее. Конечно, стекло я как всегда отнесу, не люблю органические стекла, вы наверно знаете, оно подвержено царапинам, поэтому не особо надежно, но здесь самое главное, это как раз-таки опять титановое покрытие. Дело в том, что когда эти часы получал на обзор, меня предупредили, что уже есть первые отзывы об их использовании. Хотя, казалось бы, часы вышли вроде как недавно, и пока что отзывов не стоило ожидать, но на самом деле есть. И в первую очередь, это влияние на манжеты рубашек. Дело в том, что когда люди носят эту или подобные модели, то то самое титановое покрытие, оно якобы оставляет следы на манжетах рубашек. Вы знаете, эти часы у меня какое-то время побыли, я их и держал в своих белых перчатках, и собственно пробовал тряпочкой их немножко потереть белой салфеткой, никаких следов нигде у меня не оставалось, поэтому тут не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Единственное, что я хотел вам сказать, это то, как сам титан ощущается тактильно. У нас, конечно, титановые часы не раз были, вот, например, Seiko я помню, были. Вообще, все титановые часы, они плюс-минус примерно по ощущениям одинаковые, то есть это такое сухое матовое покрытие, которое, в принципе, ну никаких ощущений особо не оставляет. Здесь же, когда ты трогаешь это титановое покрытие, возникает такое чувство, что как будто бы на нем есть остатки какого-то рабочего масла, что или чего-то подобного. Вот знаете, когда берешь подшипник в руку, и после этого остаются следы. Здесь, конечно, следов никаких не остается, но тем не менее, этот титан, он на ощупь немного другой. Понятно, что это сплав, но тем не менее, учитывая, что он немножко ощущается по-другому, допускаю, что, возможно, он и может оставлять следы на одежде. Поэтому об этом я вас, конечно, предупреждаю, но в любом случае, думаю, что все это будет индивидуально. Если рубашки темные, то вряд ли там какие-то следы будут оставаться, поэтому прежде чем покупать модель, обязательно ее смотрите вживую, потрогайте, приложите на руку и только лишь после этого сделайте решение о покупке. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео. Также, если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну и, конечно, поделитесь этим видео с друзьями. А на этом все, всем пока!